Приближаются новогодние праздники. Уже в эту субботу, 21 декабря, в Крае будет дан официальный старт новогодним торжествам. В нашем городе на Театральной площади пройдет парад Дед Морозов и Снегурочек. Новогодние праздники продлятся до 8 января. Столь продолжительные торжества должны пройти не только весело и интересно, но в первую очередь безопасно. Такую задачу перед главами муниципалитетов поставил губернатор Кубани на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка. Совещание прошло в режиме видеоселектора. На связи с краевой столицей были все муниципалитеты. Губернатор Кубани, обращаясь к главам районов, подчеркнул, что новогодние каникулы – это напряженный и ответственный период. Вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности нужно уделить особое внимание. Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рынки, вокзалы, площади – все места массового пребывания должны быть безопасны для граждан. Антитеррористическая защищенность мест массового гуляния людей должна быть у нас на высочайшем уровне. Еще раз подчеркну, на высочайшем уровне. Не только жители края, но и гости края ожидается очень-очень большого количества. Поэтому здесь я думаю, что безусловно все прекрасно понимают, какие меры необходимо принять. Безопасность жителей и гостей края в новогодние праздники будут обеспечивать почти 20 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч казаков. В связи с большим наплывом туристов и гостей из других регионов возрастет автомобильный поток. Руководителям отделов ГИБДД было рекомендовано организовать дополнительное патрулирование самых загруженных участков дорог, регулировать движение и особое внимание уделить перевозке детей. Их передвижение должно быть организовано колоннами в сопровождении машин, госавтоинспекции и скорой. Еще один немаловажный вопрос, который озвучил губернатор – несанкционированная торговля пиротехническими изделиями. Продажи пиротехники. Ну, коллеги, если я не хочу повторяться, здесь самое главное – нам не допускать стихийных рынков. Вот если пиротехника будет продаваться в специализированных местах, а не в стихийных рынках, нам нужно говорить из-за ее качества. На самом деле, за то, что пиротехника – это по-настоящему пиротехника, которая создаст праздник, а не его обращают. Поэтому здесь первое требование – это убрать любые несанкциональные продажи на пиротехнике. Также в ходе совещания обсудили вопросы готовности дорожных и коммунальных служб к возможным погодным катаклизмам. Губернатор поручил главам муниципалитетов данное направление держать на постоянном контроле и, не дожидаясь ухудшения погоды, заблаговременно проверить готовность всех служб. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Георгия Калинин. judgment.